Как скорректировать поведение домашних животных и что делать, если на вас напала стая бездомных собак? Сегодня мы решили поговорить с кинологом и дать вам полезные советы. Елизавета, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по какой причине вообще нападают собаки? Зачастую проблема в том, что люди не понимают, в принципе, что такое агрессия. Очень часто приходится слышать, что у нас во дворе живет агрессивная стая, у нас во дворе появилась агрессивная собака. Но не очень понятно, что человек вкладывает смысл этого слова. Очень важно понимать, что если собака лает, это не всегда агрессия. Зачастую, даже если собака кусает, это может быть тоже не агрессия. Собаки — это очень сложные существа со своей сложной нервной системой, и их поступки могут мотивировать многие причины, не только агрессия. Если говорить конкретно об агрессии, активно агрессивные породы, то есть которые действительно имеют агрессию по отношению к человеку, по отношению к другому от себя виду. Такие породы выводятся, да, то есть производится селекция, специально разводятся, такие собаки специально разводятся для несения какой-то караульной службы. То есть люди в течение лет, десятилетий закрепляют определенные качества, в том числе агрессия по отношению к человеку в особях, которых они разводят, чтобы эти собаки могли нести какие-то функции. И появление именно таких собак агрессивных в городской среде — это скорее единичные случаи, если не сказать невозможные. Для бездомной собаки основная цель которой — это выживание, просто поиск пищи, безопасного и тёплого места, проявление немотивированной агрессии вообще не характерно. То есть их основная задача — это выживаемость. Агрессия и нападение на человека с выживаемостью никак не связаны, а скорее напротив. То есть чаще всего нам приходится видеть собак, которые ради своей выживаемости боятся людей, то есть стараются как можно меньше с человеком контактировать, избегают его. Или это собаки, которые привыкли жить за счет человека, за счет того, что во дворе он виляет хвостиком всем прохожим и... Иди сюда, сядь. И прохожие заходят в магазин, покупают ему что-то вкусненькое. То есть это два таких самых явных, активных в городе типа животных. Но очень часто... Иди сюда, сядь. Но очень часто собаки сбиваются в стаи, и уже в стаях они показывают поведение, которое людьми, гражданами принято называть агрессивным. То есть когда они облаивают прохожих. В данной ситуации мы не говорим об агрессии, мы говорим всего лишь о каком-то возбужденном состоянии, и может быть иногда о попытке прогнать человека со своей территории. И здесь все уже зависит от поведения человека. То есть если собака лает, и человек в этот момент пугается, он тем самым, не зная об этом, подкрепляет такое поведение животных. То есть собаки сами себя подкрепляют. Они попытались испугать человека, у них получилось, человек испугался. И со временем это поведение закрепляется и повторяется чаще и чаще. И очень часто поведение собак, живущих во дворе, очень часто зависит от самих людей в этом дворе, проживающих, от их поведения. То есть я правильно понимаю, психологическое поведение в принципе отличается у домашних собак, у бездомных и у специализированных. То есть у них разная модель поведения у всех. Да, очень сильно отличается. Бездомная собака может быть действительно агрессивной, если мы говорим о реально испытываемой эмоции агрессии по отношению к человеку только в нескольких случаях. Чаще всего это щенная сука. То есть это мать, которая защищает свое потомство. Это единичные случаи, которые с помощью программы стерилизации и кастрации должны полностью исключиться в городе. Также агрессивно может быть животное, загнанное в угол. То есть любое живое существо, которому угрожает опасность, будет защищаться. Именно поэтому во время отлова 90% собак проявляют агрессию. Именно поэтому мы не можем говорить об определении степени агрессивности собак во время отлова или сразу же после. То есть любая собака, когда человек пытается ее поймать, пихает в машину и куда-то везет, будет проявлять агрессию. Это нормально, это действительно самосохранение. Агрессивная собака или нет, мы можем сказать только, когда ее нервная система успокоилась, когда она находится в более безопасной обстановке. Лиза, скажите, а как вот человеку у себя вести, если на него напала собака? Есть ли какие-то приемы, либо советы? Смотря что подразумеваем под нападением собаки. Если мы говорим о стае, которая выбегает в 10 метрах и начинает облаивать человека, это, опять же, да, мы уже говорили, не всегда агрессия. Это может быть просто возбуждение, и чаще всего стая смотрит за вашей реакцией. Иди сюда. Сюда иди. Сядь. Очень часто стая смотрит именно на поведение человека, которого она облаила. Если вы в этот момент испугаетесь, то, возможно, вы привлечете внимание стаи. Они-то тявкнули буквально походя, пробегая мимо, просто посмотреть, что будет. Но тем самым вы эту реакцию подкрепляете. Очень большая проблема – это дети, которых уже научили бояться собак. То есть, когда родители говорят, что собака опасна, не подходи. Ребенок идет, его стая облаивает, он развращивается и начинает бежать. Вот это самая большая проблема, потому что движение от стаи собак пробуждает в них еще один инстинкт, никак не связанный с агрессией. Это добычный или охотничий инстинкт. Стая собак, которая бежит за убегающим ребенком, дай, или кошкой там, неважно, или другой собакой, она не испытывает к этому живому существу какой-то агрессии. Она испытывает всего лишь в секунду инстинкт, который сейчас зажегся. Это желание дай, быстро движущийся объект догнать и схватить. Дай. Фус. Скажите, а вообще, куда нам обращаться, если у собаки агрессивное поведение? У домашней собаки агрессивное поведение, да? Если вы сталкиваетесь с агрессией своего питомца, неважно, к своим, либо к посторонним людям, обязательно нужно идти на дрессировку. Возможно, мы здесь еще не говорим о коррекции какого-то поведения. Чаще всего все проблемы удается решить элементарными навыками послушания. Собака может хозяйское проявлять недоверие к посторонним людям, это нормально, но она в любой ситуации должна быть контролируемая. То есть собаки-защитники в городе могут жить, но владелец такой собаки должен на 100% быть уверен в том, что собака его слушается и не проявит немотивированной агрессии. Может, какие-то у вас есть советы хозяинам собак? То есть как нужно воспитывать, как нужно корректировать их поведение изначально? Первый совет это, когда вы берете щенка, нужно сразу же обращаться к специалисту. И даже раньше, еще на стадии выбора породы. То есть каждая порода для определенных целей выведена. И когда в семью с маленькими детьми берут собаку охранной породы, которая призвана не общаться, да, там и сюсюкаться, не милое животное, которое действительно охраняет, то это очень большая ошибка, которая зачастую приводит к трагедии. То есть еще на стадии выбора должен быть очень ответственный подход. Позднее, когда щенок растет, то есть как только ставятся прививки, нужно сразу же обращаться к хорошему инструктору и сразу же заниматься дрессировкой. То есть мы сторонники того, что любая порода, любая собака, даже маленькой породы, может быть социально опасна, если она не имеет каких-то элементарных навыков послушания. Я думаю, многим любопытна все-таки статистика. Кусают больше собаки, которые бездомные, либо домашние? Есть очень простой ответ на этот вопрос, то есть почему кусают чаще домашние собаки, а не бездомные. Мы уже говорили об этом, да? У бездомной собаки основная цель – это выживание. Бездомные собаки чаще, ну, зачастую очень трусливы. И самая основная проблема в приюте, например, когда мы занимаемся социализацией бездомных собак и введением их в семью, это не агрессия, а как раз-таки страхи. То есть мы всегда боремся со страхами, с лишней осторожностью. Почему? Потому что собака бездомная с человеком очень близко не общалась, близких отношений не имела, может быть, где-то даже встречалась с агрессией со стороны человека, и это вызывает в ней страх. Домашняя собака живет с человеком на протяжении всей своей жизни. Она приобретает некую уверенность по отношению к человеку, как к своим, так и к чужим. Поэтому, когда такое животное остается без надзора владельца, то есть собаку выкидывают или она просто бегает на самовыгуле, гораздо больше шансов, что именно такая собака может проявить агрессию к постороннему человеку, если ей что-то не понравится. Потому что такое животное гораздо более уверено в себе. Оно знает, как общаться с человеком и что от него ожидать. Спасибо, Лиза, вам большое за прекрасную беседу, за практические советы. Я надеюсь, что нашим телезрителям они помогут. Пожалуйста.